Кевич Бейкер Кевич Бейкер Кевич Бейкер И в чем же мне завтра играть в теннис, прорычал я Но если она просидела здесь столько времени, что успела сгрызть твою туфлю Глаза у Льюиса остекленели, он замолчал, судорожно пытаясь собраться с мыслями И зачем я только принимал-то, Абром, вот так всегда Стоит почувствовать себя в безопасности, расслабиться, получить немного удовольствия и тут... Выходит, твой сценарий стырила Картиманда Брайс, воскликнул я, скачал на ноги и тут же вцепился в спинку стула, чтобы не упасть Она забралась к нам и не заметила, что за ней увязалась поганая собачонка Да, наверное У Льюиса вспыхнули и тут же снова погасли глаза Нет, совершенно не обязательно В кинозале у этой бабы не было собак Ты что, не помнишь, что их увели еще во время обеда? Да, ты прав Я снова рухнул на стул Собака могла смыться из комнаты Картиманда и забраться к нам сама по себе Значит... значит... не знаю Ничего не соображаю, уныло покачал головой Льюис А что нам делать с несчастной зверушкой? Наверное, придется признаться ее хозяйке Ни в коем случае отрезал я Я еще ни о чем не договорился с Херстом А он просто помешан на права животных и добром обращении с ними Что мне ему сказать? Извините, дорогой мистер Херст, но я был вынужден размазать по стенке вашего дома маленькую собачку Скажи спасибо, что хоть здесь за нами не следят кинокамеры Но ведь надо же что-то делать, запротестовал Льюис Не можем же мы оставить дохлую собаку у тебя на полу Может, нам ее закопать? Нет Когда Картимандас похватится, собаку станут искать, сказал я Могилу найдут, собаку выкопают Убедятся в том, что кто-то ее прикончил, а потом баровато спрятал Этого только не хватало Надо спрятать там, где ее не найдут, заявил Льюис Давай бросим ее за забор Пусть ее сожрут дикие животные Думаю, зебры не соблазнятся этой падалью, сказал я, устало потирая виски И вообще, не знаю, как ты, а я так устал, что не смогу перебросить ее за забор с первого раза А потом одна из кинокамер Херста снимет, как я бегаю и кидаю через забор духлую собаку Слушай, воспликнул я, озаренный внезапной идеей У Херста тут ведь зверинец Пошли подбросим чучхе в клетку со львами А если мы промажем мимо клетки, с содроганием, возразил Льюис Ну и черт с ним Я встал на ноги Пошли Че тут ломать голову? Собаки каждый день дохнут по самым разным причинам Собравшись с нашими нечеловеческими силами Мы ринулись на улицу и помчались так быстро, что кинокамеры Херста зафиксировали в неверном свете звезд Разве что две размытые и еле заметные тени На ступенях парадной лестницы главного здания остался лежать трупик собаки в более или менее естественной позе Если нам повезет и к утру чучхе как следует окоченеет, никто не докопается до причины ее смерти Приняв душ и немного придя в себя, я открыл полевое коммуникационное устройство в чемодане Присев перед ним на корточке, стал печатать донесения, с трудом попадая по крошечным клавишам У.Р. Херст согласен Принял эликсирно, выдвигает свои условия Требует акции компании и бессмертия Объяснил ему, что это невозможно Не верит Предлагаю ввести его в заблуждение Продлить ему жизнь на 18 лет, пообещав бессмертие в дальнейшем Затем начать переговоры с наследниками Жду указаний Я не стал сообщать о пропаже сценария с автографом Валентину Зачем тревожить компанию, ведь мы наверняка найдем его Известно, что 20 декабря 2326 года В разгар вспыхнувшего интереса к прошлому Голливуда Реставратор старинной мебели обнаружит этот сценарий В потайном отделении шкафчика испанской работы Принадлежавшего ранее У.Р. Херсту Но купленному впоследствии компанией Доктор Зевс Инкорпорейтед Подлинность сценария докажут И он будет продан на аукционе за сногсшибательную Даже на фоне инфляции 24 века сумму А ведь историю не изменить, правда? Я зевнул, блаженно потянулся И хотел было выключить коммуникационное устройство И пойти спать, как вдруг негромкий звуковой сигнал И повестил меня о том, что пришло ответное сообщение Поморщившись, я присел перед устройством и прочел Условия приняты Сообщите Херсту и при первой возможности Откорректируйте и модернизируйте его сердце О цене акции вам сообщит Квинт Я дважды перечитал текст Понятно Компания согласилась с моим предложением Я пообещаю Херсту бессмертие Но дам только 18 лет отведенных ему историй Он не проживет и третье этого срока Если я не приведу в порядок его сердце Ну а какой модернизации идет речь? Странно Меня не терзали угрызения совести Из-за того, что мне придется врать старику Не каждый смертный доживет до 88 лет А когда его сердце, несмотря на мое вмешательство Все-таки сдаст Херст закроет глаза И тихо умрет в предвкушении вечной жизни Не на нее ли надеется перед кончиной Большинство смертных? Конечно, он попадет в рай Если он вообще существует, а не в молодое тело Но разве он сможет подать на меня в суд За нарушение условий контракта? Я оповестил хозяев о том, что ответное сообщение принято И наконец-то выключил коммуникационное устройство Зевая во весь рот Я залез на бесценную позолоченную кровать С резьбой, выполненной мастерами эпохи Возрождения Меня немного утешало лишь то Что проклятый мопс не успел на нее помочиться На следующее утро я долго спал Хотя я и знал, что Херст предпочитает, чтобы его гости вставали вместе с восходом солнца И предавались на утренней заре атлетическим упражнениям или верховой езде Впрочем, я не сомневался в том, что он закроет глаза на мое поведение Кроме того, если эликсир Воз имел свое обычное действие Херст наверняка и сам проведет все утро в постели И не выпустит из нее Марио Когда я наконец выбрался на солнышко Передо мной выросла левая башня главного здания Дохлой собаки нигде не было И я потянул за створку высокой входной двери Судя по всему, труп чучхи убрали без особого шума Вот и отлично Пройдя по прохладным и сумрачным коридорам Я добрался до зала, в котором завтракали гости Он находился на противоположном конце дома Солнечный свет лился сквозь высокие стеклянные двери На столы, ломившиеся от яств Льюис добрался сюда раньше меня И уже уписывал за обе щеки аппетитного вида оладьи Наложив себе в тарелку мясного салата Я воскликнул так, чтобы меня услышали смертные в разных концах помещения Ну что, Льюис, как тебе спальня? Шикарно, правда? Спалось хорошо? Отлично, ответил Льюис И тут же беззвучно пожаловался мне на тяжелые похмелья от Теоброма Представляешь, какой ужас, слух продолжал он Одна из собачек миссис Брайс вышла ночью на улицу и замерзла насмерть Слуги нашли сегодня утром ее окоченевший трупик Какое горе! Никто ничего не подозревает Нет! Бедная миссис Брайс Фу, как мне плохо! Отстань! У меня сегодня и без тебя хлопот полон рот Налив себе кофе, я проследовал к длинному столу Льюис тащился за мной А сценарий? Ты придумал, как его найти? Нет, беззвучно, ответил я, уплетая салат А может, у кого-нибудь еще что-нибудь пропало? Никто ничего не говорил Слушай, а кто-нибудь мог знать о существовании этого сценария? Ты никому не говорил о том, что у тебя с собой сценарий сына шейха с автографом Рудольфа Валентина? Конечно же нет, беззвучно залопил Льюис, возмущенно вскинув на меня глаза Я что, совсем безмозглый сопляк? Мне все-таки почти две тысячи лет Может, кто-нибудь из гостей охотился за Гретой Гарбо или Кларком Гейблом и зашел к тебе в комнату по ошибке? Я незаметно поискал глазами Гейбла Он целиком погрузился в чтение спортивной страницы одной из газет Херста Если это был бы маниакальный поклонник Гарбо, он сразу бы понял, что попал в комнату мужчина, а не женщина Решительно, упершись локтями в стол, передал мне Льюис Конечно, это могла быть какая-нибудь дамочка, влюбленная в Гейбла Но зачем ей сценарий? Я взглянул на Конни Она сидела в шезлонге с тарелкой омлета на коленях и ела Конни не стала бы этого делать Марион тоже Вряд ли это девушка сынка Херста Остаются только Гарбо и миссис Брайс Обе ушли из зала до конца фильма Зачем Грете Гарбо этот сценарий удивленно поднял брови Льюис? А какими мотивами она вообще руководствуется в своих поступках? Беззвучно ответил я вопросом на вопрос и пожал плечами Льюис стал озабоченно озираться Не могу представить себе, как Грета Гарбо роется в моем белье Значит, это все-таки миссис Брайс Наверное Ведь залезла же как-то ко мне ее собачонка Я встал и пошел к столам с едой С таким видом, словно хочу налить себе еще кофе Миссис Брайс в черной пижаме В гордом одиночестве восседала на стуле с высокой спинкой У одной из его ножек стояла тарелка с яйцами, фаршированными красной икрой Которой с жадностью пожирала лернейская гидра Миссис Брайс не вкушала пищи Она сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку и приняв нечто вроде позы лотоса Скорее всего, она медитировала Увидев меня, лернейская гидра оторвалась от икры и зарычала Не сердитесь на нее, мистер Дэнхэм Сказала миссис Брайс, не открывая глаз Она соболезнует мне и защищает меня А я и не сержусь, переживаю по поводу вашей утраты Сказал я, стараясь держаться подальше от лернейской гидры Чучхэ не утрачено Она по-прежнему с нами, торжественно произнесла миссис Брайс Она просто поднялась на следующий астральный уровень Я как раз получила от нее весточку Она покинула свое бренное тело, чтобы приняться за иной, более важный и ответственный труд Это потрясающе, воскликнул я Кларк Гейбл оторвался от газеты, взглянул на меня и закатил в глаза Я пожал плечами и налил себе кофе Не сомневаясь в том, что миссис Брайс прикидывается и сновидящей Я в то же время не имел ни малейших оснований возражать против ее теории, что Чучхэ добровольно оставила этот мир Не рассказывать же мне, что я самолично размазал ее по стенке Думаешь, это все-таки миссис Брайс украла сценарий? Небеззвучно спросил меня Льюис, когда я вернулся за стол Помнишь, как она ко мне приставала, пока Марион не показал ей горбу? Возможно, но мне кажется, что она витает слишком высоко в облаках, чтобы шнырять по чужим спальням А почему она стащила сценарий и больше ничего не взяла? Понятия не имею Что же нам делать? Льюис нервно комкал в руках бумажную салфетку Сообщим о краже Херсту? Ни в коем случае У меня же все пойдет на смарку Что это за представители могущественной компании, которые позволяют жалким смертным воровать у них вещи? Мы сделаем вот что Попробуй поговорить наедине со всеми, кто ушел с фильма Спроси их, как бы невзначай, где они все были и сопоставь их рассказы Но я же простой эксперт по спасению и литературных сокровищ Беззвучно воскликнул Льюис в ужасе, закатив глаза По-моему, у тебя лучше получится их допрашивать Ты же оператор Может, ты и прав, но сейчас мне некогда Не успел я ответить Льюису, как в комнату широкими шагами вошел хозяин На Херсте были сапоги и галифе Его лицо раскраснелось от свежего воздуха Значит, он не нежился в постели, а встал с позаранку и объезжал свои владения Увидев меня, он засверкал глазами, но ничего не сказал Прошел прямо к миссис Брайс, снял шляпу и заговорил с ней Лернейская гидра поджала хвост и спряталась под стул Выражаю вам мои глубокие соболезнования в связи с гибелью вашего маленького друга Надеюсь, вы окажете мне честь и выберите себе щенка у меня на псарме Вряд ли там есть сейчас чихуахуа, но любой щенок Большое утешение тому, кто только что потерял любимую собаку Сказал Херст гораздо более звучным голосом, чем вчера Эликсир явно действовал Медитировавшая миссис Брайс строгнула, открыла глаза и поднялась на ноги Одарив Херста ослепительной улыбкой Вы невероятно добры ко мне, мистер Херст Сказала она, явно решив, что с Херстом ее бред о следующем астральном уровне не пройдет Херст предложил ей руку И они удалились в одну из стеклянных дверей, преследуемые с трудом поспевавшие за ними лирнейский гидрой А что будет, когда круг подозреваемых сузится? Беззвучно спросил меня Льюис Мы выкрадем у вора наш сценарий Как? Льюис изорвал в клочки салфетку Там видно будет беззвучно, ответил я И повернулся к вошедшей в комнату Марио Она буквально вплыла в помещение и совсем не потому, что не держалась на ногах от виски Сегодня утром Марион Дэвис явно была счастливейшей из смертных Увидев Конни, Марион направилась прямо к ней Конни подняла глаза и сразу протянула Марион стакан На, выпей апельсинового сока, многозначительно сказала Конни Я не сомневался в том, что это джин, подкрашенный апельсиновым соком Конни и Марион часто напивались вместе Да подожди ты! Иди сюда! Воскликнула Марион и утащила Конни в угол, где они долго перешептывались и хихикали Конни смотрела на Марион широко открытыми от удивления глазами Да и уверен, что слуги тут ни при чем Беззвучно продолжал допытываться Льюис Скорее всего, ответил я и отмахнулся от него Потому что в этот момент меня заметила Марион, которая что-то быстро сказала Конни Нахмурилась и со смиренным видом направилась ко мне Ты, ты, Джоан, я хочу спросить у тебя одну вещь Садитесь, пожалуйста, мисс Дэвис Поднимаясь со своего стула, сказал Льюис Я как раз собирался прогуляться О, так он еще и джентльмен Воскликнула Марион, как-то неуверенно захихиков Она села напротив меня и заговорила лишь после того Как Льюис с пустой тарелкой отошел достаточно далеко Слушай, ты, ты, ты приехал попросить у Херста денег? Ты что, мне бы и в голову такое не пришло, воскликнул я, напустив на себя вид оскорбленной добродетели Я тоже так думала, сказала Марион, нервно катая по скатерти крупинки просыпавшейся соли И вообще, Херста бесполезно шантажировать Но ты, ты же знаешь все секреты и тайны Так говорят все И вот я и подумала Некрасиво было бы использовать меня, чтобы подъезжать к Херсту насчет денег Прищурившись, добавила она Конечно, некрасиво, согласился я А никто тебя и не использует, честное слово А еще я подумала, кивнув, продолжала Марион Что ты продал ему какое-то лекарство Все знают, что Херст интересуется долголетием А он, кажется, пил что-то красное из своей кофейной чашки Хоть он миллионер и знает, как делать деньги Но шарлатанам ничего не стоит его обдурить Поджав губы, сказала она Никого я не хочу обдурить, воскликнул я Осмотрелся с таким видом, словно боялся, что нас подслушивают И перегнулся через стол к Марион Дело в том, что мне действительно нужно было посоветоваться с Херстом И он любезно согласился меня выслушать А шантажирует-то совсем не его, понимаешь? Ах, вот оно что! С понимающим видом воскликнула Марион Значит, шантажирует мистера Мейера Я этого не говорил Заявил я таким тоном, что у Марион больше не осталось вопросов И она явно успокоилась Бедный мистер Мейер, пробормотала она Но ты точно ничего не давал пить, Херстом? А что я мог дать ему, воскликнул я Прикинувшись простым парнем, озабоченным проблемами своего хозяина И никогда не слышавшим ни о каких чудодейственных эликсирах Ну да Марион наклонилась на стулья и потрепала меня по плечу Прости, мне в голову лезли всякие мысли Я тебя понимаю, сказал я, поднявшись на ноги Но ты зря беспокоилась Да и о чем ей было беспокоиться? Это мне предстоял серьезный разговор с мистером Херстом Я пошел по дорожкам поместья, высматривая хозяина Но он сам нашел меня и как из-под земли вырос передо мной на аллее Мистер Дэнхэм, улыбаясь душей, заявил он Ваш эликсир превосходен А вы связались с вашими хозяевами? Так точно, ответил я, поборов дрожь в голосе Отлично Давайте прогуляемся Расскажите мне, что они ответили С этими словами Херст зашагал по аллее И мне пришлось припустить бегом, чтобы от него не отстать К моему удивлению, смущенно улыбнувшись, сказал я Они согласились на ваши условия Я и не подозревал, что такие требования смертного могут быть удовлетворены Но ведь я простой служащий компании И мои хозяева рассказывают мне далеко не все Я так и думал, невозмутимо сказал Херст К нему весело виляя хвостом подбежала его такса Он взял ее на руки, и она стала восторженно лизать ему щеки Ну и что теперь? Насчет акции с вами свяжется другое лицо Он сошлется на меня, как я сослался на мистера Шоу Хорошо А остальное? Ну вот, началось Я сообщу вам состав эликсира, который вы будете ежедневно принимать Ничего особенно сложного, его запросто приготовят у вас на кухне И все? Херст с подозрением покосился на меня Такса последовала его примеру Я буду пить эликсир, который вы мне дали вчера? Нет, на этот раз не кривя душой заявил я Это средство лишь продлит вашу жизнь до того дня, когда вы как бы умрете Но вы не умрете Мы пришлем одного из наших врачей Он выпишет свидетельство о смерти и повезет ваше тело в морг Но вместо морга вас отвезут в одну из наших больниц, где и оживят в новом теле После этого вы будете жить вечно Я, конечно, врал без зазрения и совести У меня на лбу опять выступил пот Мы шли по парку Херст некоторое время молчал Звучит довольно правдоподобно Наконец сказал он И мне, конечно, сейчас никак не убедиться в том, что ваше хозяево сдержит свое слово Вам придется поверить нам на слово, согласился я Но смотрите, как замечательно вы себя сейчас чувствуете Разве это не доказательство? Это довольно убедительно, сказал Херст Но не договорил, и мы пошли дальше молча Выходит, нужны еще доказательства? Видите, вон ту розу, спросил я Показывая на розовый куст в ста метрах перед нами На котором только что распустился большой розовый бутон Вижу Засчитайте до трех Раз, начал считать Херст А я уже стоял перед ним с розой в руках Херст побледнел, а потом расплылся в улыбке Так собой зливо заурчало Замечательно, сказал Херст А можете ли вы обогнуть земной шар за полчаса? Хм, в принципе могу, ответил я Но для этого мне понадобились бы крылья, а у меня их нет Вы их тоже не получите Надеюсь, это вас не очень расстраивает Пока нет, рассмеялся Херст Ну ладно Пойду переоденусь и поиграю в теннис А вы играете? Конечно, ответил я Ну, оказывается, я взял с собой только одну теннисную туфлю Я прикажу, чтобы вам принесли новую пару Какой размер вы носите? Спросил Херст, глядя мне на ноги Тридцать девятый, что ли? Я уныло кивнул Кроссовки будут ждать вас на корте И когда будете со мной играть Пожалуйста, не забывайте, что я пока еще простой смертный С этими словами Херст ослепительно улыбнулся И удалился в припрыжку Я шел обратно в сторону столовой Лелея слабую надежду найти там что-нибудь сладкое Когда внезапно натолкнулся на Льюиса Он крался по садовой дорожке вдоль розовых пустов Что ты делаешь, Льюис? А как ты думаешь? Громким шепотом ответил мне он Естественно, выслеживаю Гретту Гарбу У меня, наверное, был такой скептический вид Что Льюис возмущенно выпрямился во весь рост Может, предложишь какой-нибудь другой способ завязать с ней разговор? Спросил он А я, между прочим, придумал Оглядевшись по сторонам, Льюис продолжил беззвучно Я придумал, как найти вора Ну и как же? Я начну разговор с Гарбой И как бы невзначай скажу, что не видел Чем кончился вчерашний фильм Потому что у меня страшно разболелась голова И я ушел к себе Потом я попрошу ее рассказать мне конец фильма Если она не воровала сценария Она просто скажет, что не знает Потому что тоже не досмотрела фильм Если же она его украла Ей сразу станет ясно, что я вру Потому что она была в указанное время у меня в комнате И видела, что меня там не было Она станет нервничать У нее возрастет кровяное давление Участица пульса Зрачки расширятся Я сразу засеку реакцию ее организма И пойму, что воровка именно она Ловко придумано, признал я Я и сам прибегал к такому методу Когда работал инквизитором Ну вот и отлично просиял Льюис Но вот станет ли Грета Гарбо с тобой разговаривать Льюис немного смутился Но продолжал с решительным видом Подкрадываться к сидевшей на мраморной скамье Актрисе, прозванной Пылающей сосулькой Я пожал плечами и пошел переодеваться Играя в теннис с Херстом Я выложился до конца Продемонстрировав чудеса изобретательности И физической подготовки, благодаря которым я в свое время Прославился в баскетбольной команде звезд Мне приходилось выкидывать Невероятные кренделя, недоступные смертным Я одновременно возникал с обеих сторон сетки Чтобы произвести на Херста впечатление Вертелся, как белка в колесе Стараясь не убить Херстом мячиком И при этом Каким-то непостижимым образом Дал ему выиграть Хотел бы я видеть, как сыграл бы на моем месте Билл Тильден Для меня матч был сущим адом А Херсту, кажется, нравилось Он улыбался, глядя, как я ношусь туда и сюда По корту А сам возвышался в центре своей половины Как вековой дуб С чудовищной силой отбивая все мои мечи Такса стояла на задних лапах За металлической сеткой И время от времени неуверенно тявкала Теперь она явно не сомневалась В том, что я не такой, как все К счастью, примерно через час Появился Кларк Гейбл С трудом переводя дух Я сел на скамейку Утер пот со лба и подумал Что только что выдержал Одно из самых суровых испытаний в моей жизни Перед матчем с Гейблом Херст подата позвонил По находившемуся рядом с кортом телефону Через две минуты появился улыбающийся слуга И поднес мне стакан ледяного и имбирного Эля Кларк Гейбл тоже проиграл А он, кажется, изо всех сил старался выиграть Не в характере Гейбла поддаваться После невероятных трюков на теннисном корте Мне пришлось как следует помыться под душем и переодеться Потом я потихоньку вышел на улицу, чтобы осмотреться Ночью я намеревался произвести хирургическую операцию Чтобы Херст прожил еще 18 лет обещанных ему компаний Мне предстояло незаметно оперировать спящего Херста Для этого нужно было найти какой-нибудь путь в его покое помимо лифта Однако ни в одном из помещений, где я до сих пор бывал, не было никаких признаков лестницы Как же к Херсту поднимались слуги? Я обошел весь дом и ощупал его стены локатором, обнаружившим два пути наверх Больше всего мне подходила узенькая винтовая лестница, начинавшаяся на восточной террасе Я мог незаметно пробраться к ней через сад, подняться наверх, откорректировать сердце Херста И также незаметно убраться в освояси Для этого мне очень пригодятся теннисные туфли, так предусмотрительно предоставленные мне моим же пациентам Я брел в сторону купальни Нептуна, когда кусты передо мной зашуршали И на дорожку вылетела заливавшаяся лаем лернейская гидра Я взял себя в руки и не зашвырнул собачонку пинком в Тихий океан А вместо этого я присел и оскалил зубы Гидра заскулила и поджала хвост Привет, гидрочка, сказал я А где твоя хозяйка? Закутанная в темную вуаль фигура, неподвижно стоявшая до этого за кустами, пришла в движение Гидра! Гидрочка! Позвала она Не приставай к мистеру Дэнхэму Возникнув из-за угла, Картиманда Брайс остановилась и стала молча ждать Когда я спрошу, откуда она знает, что лернейская гидра атаковала именно меня Вместо этого я спросил А где ваша новая собачка? Все еще на псарне мистера Херста, ответила Картиманда Брайс, гордо задрав подбородок Он любезно приказал изготовить для нее специальную корзинку Его доброта не знает границ Он мужчина, что надо, согласился я В этой жизни он так же щедр к окружающим, как и в предыдущих, продолжала Картиманда Брайс Он научился щедрости еще в бытность Цезарю Видите ли, когда правишь целой империей, становишься или отпетым мерзавцем, или человеком неземного благородства На нашего гостеприимного хозяина лавровый венец подействовал исключительно благотворно У него, безусловно, очень древняя душа Ну да Да, да, он много раз появлялся на этот свет в разных обличиях Он был и фараоном, и цезарем, и царем царей, сообщила мне миссис Брайс таким обыденным тоном Словно перечисляла хорошие оценки Херста в школьном табеле При этом ему предстоит еще очень много потрудиться на нашем уровне бытия Вам, наверное, интересно, откуда я все это знаю Да, действительно, как вы все это узнали, вежливо спросил я Благодаря моему дару, печально улыбнувшись, заявила миссис Брайс и вздохнула Этот дар, мое благословение и проклятие одновременно Духи постоянно нашептывают мне свои тайны Я описала эту страшную и сладкую муку в романе «Ковенант», основанном, разумеется, на опыте моих прошлых жизней А я его еще не читал Он так же печален, как и многие жизни, которые мне пришлось прожить С новым вздохом поведала мне миссис Брайс Его действие разворачивается в XIII веке среди дивных шотландских нагорий Одна прелестная юная девушка внезапно понимает, что загадочным образом читает прошлое и будущее жизни всех, кого видит Разумеется, этот талант становится ее роком Она обретает своего давно потерянного возлюбленного Бывшего солдата в войске Марка Антония, которого она встретила, когда прислуживала Клеопатре Теперь он ее возлюбленный благородный разбойник И зная, что его ждет виселица, девушка решает умереть вместе с ним Мрак, сказал я Ну как, роман покупают? Публика, ответила миссис Брайс, как всегда приняла его весьма благосклонно Его будут экранизировать, спросил я Нет Смерив меня оценивающим взглядом, ответила миссис Брайс Экранизировать будут страстную женщину Это роман о шотландской королеве Марии Стюарт Он написан парадоксально С точки зрения ее верной собачки Может быть, я еще смогу убедить мисс Гарбо сняться в главной роли Но сейчас речь не об этом Мистер Тенхем, вы производите на меня необычные впечатления Скажите, вы ведь работаете в кинематографе? Я работаю у Луиса Б. Мейр Да-да, пробормотала миссис Брайс Отступила на шаг и взглянула на меня, прикрыв ладонью глаза Но это еще не все Какая у вас длинная тень, мистер Тенхем Ну да, конечно, у вас тоже древняя душа Да, спросил я и попытался определить Не исходит ли от Картиманда Брайс какое-нибудь особенное излучение Может, она из тех необычных смертных Которые обладают сверхчувствительным магнитным полем Совпадающим с вневременными волнами Такие люди могут чувствовать то, что не дано знать остальным На манер тех, кто принимает радиопередачи пломбами Не обнаружив ничего особенного в персоне миссис Брайс Я решил, что она, наверное, заигрывает со мной Думая, что я помогу ей уговорить Гретту Гарбу Сняться в фильме по ее роману на студии Метро Голдвин Мейер Впрочем, зная миссис Брайс о наших с Гретой отношениях Она не питала бы таких иллюзий Да-да, я вижу вас на берегах Средиземного моря Вот вы деретесь с грабителями на какой-то узкой улочке Это же Венеция во времена Дожий А вот вы в Египте, мистер Денхем Во времена пленения народа Израиля во фараонам Вы любили одну девушку И если вы не жестокий надсмотрщик Возможно, Лернейская гидра и чувствовала, что я непростой человек Но ее хозяйка несла полную чепуху Не может быть! Может, заявила миссис Брайс, оторвав взор от кроны огромного дуба В которой она, судя по всему, и почерпнула эту бесценную информацию У вас бывают странные видения, мистер Денхем Вы видите во сне чужие города, древние времена? Да, не удержался я от того, чтобы сказать правду Что ж, если вы пожелаете узнать больше о своем прошлом Я, пожалуй, смогу вам помочь С этими словами миссис Брайс приблизилась ко мне И взяла меня за руку под виск непрерывно вившейся у нее под ногами Лернейской гидры Я кое-что понимаю в, так сказать, эзотерических материях Мне и раньше приходилось помогать мечущимся душам разгадать тайну своего прошлого На самом деле я своего рода детектив Например, я чувствую, что вам нравится произведение мистера Дэшела Хэммета Подытожила миссис Брайс с загадочной улыбкой Моны Лизы Я ослепительно улыбнулся ей в ответ Лернейская гидра поджала хвост и заскулила еще пронзительнее Ну вы даете, миссис Брайс, воскликнул я Цепился в руку миссис Брайс и стал ее трясти с воодушевленным видом Я действительно люблю детективы Я не сомневался в том, что эта стерва упомянула Дэшела Хэммета Потому что была у меня в комнате, шарила среди вещей И натолкнулась там на зачитанный томик мальтийского сокола Это вам духи рассказали? Да, скромно потупившись, ответила миссис Брайс Сжимая ее руку, я почувствовал, как электропроводимость ее кожи повысилась, а пульс участился Она врала Надо сказать, что мы с Льюисом настолько хорошо воспринимаем подобные проявления жизнедеятельности организма смертных Что детектор лжи по сравнению с нами детская игрушка Потрясающе воскликнул я, отпустив руку миссис Брайс Чрезвычайно интересно Сейчас меня ждет друг, но нам с вами все равно надо бы об этом поболтать Вы о светловолосом юноше? Многозначительным тоном спросила Картиманда Брайс Об этом необычном юноше Скажите Негромко продолжала она, приблизившись ко мне почти вплотную А не является ли он последователем культа Аполлона? Сначала я очень удивился, потому что Рьюис действительно любит распространяться о своем античном происхождении Но потом до меня дошло, что именно имеет в виду миссис Брайс Вы что думаете, он гомик? Я бы сказала, поклонник голубой луны Кивнув, поправила меня Картиманда Теперь я уже не сомневался в том, что именно она стащила сценарий и прочла двусмысленный автограф Рудольфа Валентину Даже не знаю про Бармателье Все может быть, конечно, а что? Я вижу дух мужчины, который не обретет покоя, пока не вступит в контакт с вашим другом Грудным голосом заявила миссис Брайс Дух мужчины со страстной душой Очень привязанный к мистеру Кенсингтону Дух недавно почившего мужчины Он прекрасен Пылает, как огромный факел Теперь мне оставалось понять, зачем Картиманда Брайс стащила сценарий Ясно было одно Она хочет использовать в своих целях Льюиса и имя Рудольфа Валентину Может, решила произвести неизгладимое впечатление на кинозвезд Обнаружив с помощью магии сценарий, когда Льюис заявит о его пропаже Что еще за дух мужчины, спросил я Не знаю Ладно, скажу Льюису, но вдруг ему будет неловко, что ли Конечно, конечно, с великодушием человека чуждых буржуазным предрассудком Воскликнула миссис Брайс Ничего ему пока не говорите Пусть он побеседует со мной наедине И я окажу ему огромную услугу Договорились, сказал я Подмигнул Картиманде Брайс И мы разошлись по разным дорожкам Когда я нашел Льюиса, тот слонялся вокруг беседки под сенью кумкватов Волосы у него стояли дыбом Галстук съехал на бок, а глаза сияли, как пара прожекторов Ну, что у тебя с Гретой Гарба, спросил я И внезапно замолчал, разинув рот Потому что Льюис расправил плечи и торжественным тоном заявил Извини, но это не твое дело Ох, ничего себе, воскликнул я, питая слабую надежду На то, что Льюису с Гретой хватило ума хотя бы спрятаться от кинокамер Однако, с дурацкой ухмылкой продолжал Льюис Мне удалось выяснить, что Грета Гарба не брала сценарий Да, ответил я Его все-таки стащила Картиманда Брайс Правда? С трудом собираясь с мыслями, спросил Льюис Откуда ты знаешь? Мы только что беседовали, она проговорилась, объяснил я Она поступила, как все шарлатаны Стала копаться в чужих вещах, чтобы разузнать об их владельцах такое, чего не могла бы знать иначе Теперь она ввертывает в разговор эту информацию, заявляя, что получила ее от духов Именно этим Картиманда и занималась, выскользнув во время сеанса из кинозала А вместе с ней к нам прошмыгнула ее проклятая собачонка Какая гадость! Воскликнул Льюис Ну и как же нам заполучить сценарий обратно? Надо что-то придумать, ответил я Но мне кажется, что Картиманда сама к тебе подвалит Она очень хочет страстно поцеловать тебя от имени твоего покойного любовника Рудольфа Валентина Очень прошу тебя не разочаровывать старушку Какая гадость, поморщился Льюис Какая разница, если это поможет нам вернуть сценарий, пожал плечами я Это тебе никакой разницы, взвился Льюис А мне приходится заботиться о репутации Что тебе до репутации среди горстки смертных, которые через сотню лет все забудут? И вообще, уверен, что на службе у компании тебе приходилось делать и не такое Мне, например, приходилось Что именно, угрюмо спросил Льюис Неважно, ухмыльнулся я и зашагал прочь по дорожке Льюис запустил в меня персиком Но я увернулся и возник на сто метров дальше В этот момент прозвучал гонг к обеду Не знаю, чем Льюис занимался до вечера Скорее всего, прятался по темным углам Я же отдыхал Вздремнул на солнышке Искупался в роскошном бассейне И кое-что почитал в библиотеке Когда гости наконец собрались на коктейль Я чувствовал себя свеженьким, как огурчик И готовым к тому, что мне предстояло совершить вечером Теперь, когда я больше не нервничал из-за Херста Все вокруг стало мне гораздо интересней Мы с Конни, Чарли и Лоренцем резались в карты Сын Херста с подругой сели за рояль и стали что-то бренчать в четыре руки Миссис Брайс ворвалась в зал, как ураган Решительным манером зажала Кларка Гейбла в угол И принялась рассказывать ему о его прошлых жизнях Марион некоторое время переходила от одной группы гостей к другой Пока не заговорила с Джеком со студией Парамоунт о торговле недвижимостью Херст спустился на своем лифте И его тут же окружили редакторы, жаждавшие обсудить с ним некоторые деловые вопросы Грета Гарбу припозднилась Она вошла в зал, чему-то улыбаясь про себя Подошла ко второму роялю и стала рассеянно тыкать в клавиши пальцем Льюис бочком пробрался в зал в самый последний момент Когда все уже собрались проследовать на ужин При этом он постарался сделать вид, что уже давно он находится среди гостей Его просто никто не замечал Дамы двинулись ужинать первыми Проходя мимо Льюиса Грета Гарбу мимолетным движением сьерошила ему волосы, но не проронила ни слова Остальные, не исключая самого Херста, разинув рты, уставились на Льюиса Который гордо расправил плечи и последовал за дамами Сегодня карточка с моим именем находилась по правую руку от прибора Херста А Льюис сидел рядом со мной Лучше и не придумаешь Когда я шел к столу с полной яст в тарелкой У меня наверняка был такой же самодовольный вид, как и у Льюиса Впрочем, картиманду Брайс тоже посадили на почетное место по правую руку от Марион Скорее всего, в качестве утешительного приза по случаю утраты чучхи На этот раз лернейские гидри разрешили забраться на колени к хозяйке Собачонке хватило одного моего взгляда, чтобы вести себя тише воды и ниже травы Раскрывая пасть лишь для лакомых кусочков, которыми ее подчивала картиманда На протяжении всего обеда, распространявшаяся о переселении душ Иногда Марион подмигивала остальным гостям Но лишь тогда, когда Херст на нее не смотрел У него были очень строгие представления об учтивости по отношению к гостям И он никогда не позволил бы смеяться у себя дома над картимандой Какой бы шарлатанкой он ее ни считал Значит, вы полагаете, что мы снова и снова возрождаемся в разные моменты истории? Спросила Марион Конечно, но не все, ответила миссис Брайс Слабым душам суждено очень скоро быть унесенными в небытие водами леты Они похожи на тех, кто выбился из сил на балу после первого же танца И слишком слаб, чтобы снова танцевать Так пусть идут в бар и сидят себе там, заявила Конни В каком-то смысле они так и поступают, снисходительно согласилась миссис Брайс Сделав вид, что не заметила насмешливого тона ремарки Там они утоляют жажду водами леты Познают сладостное забвение И потом уходят навсегда Сильные же души снова и снова ныряют в водопад земных страстей А кто же попадает на небеса или куда там еще не унималась Марион? Или это все сказки? Отнюдь не сказки, ответила миссис Брайс Помимо низменной земной сферы, которую мы населяем Существуют и более высокие астральные уровни Воистину великие души в урочный час взмывают ввысь в свой настоящий дом Но даже они подчиняются зову, повелевающему им вновь облачаться в плоть Особенно если на земле им предстоят великие дела Полагаю, дорогой мистер Херст, добавила она, наклонившись над столом Именно это с вами много раз и происходило Ну да, ответил Херст Есть у меня мысль вернуться и после этой жизни С этими словами он так пихнул меня коленом под столом, что я чуть не выронил вилку И зачем тебе это, капризно спросила Марион Мне бы лучше как следует отдохнула в тишине и покое А то опять ввязываться в эту неразбериху Херст некоторое время пристально смотрел на Марион Вот как, наконец, произнес он Именно так, упрямо сказала Марион и расхохоталась Ой, хорошо бы отдохнуть в тишине и покое пару сотен лет Миссис Брайс кивнулась с таким видом, словно все знала наперед Херст уставился себе в тарелку и замолчал И все-таки, немного приободрившись, снова обратилась к Артеманди Брайс Марион Кто еще, по-вашему, старая душа? Например, среди нынешних политиков? Вне всяких сомнений, канцлер Адольф Гитлер, заявила миссис Брайс Какая у него потрясающая жизненная энергия В одной из прошлых жизней он, несомненно, был рыцарем Тевтонского ордена Или одним из германских вождей, наносившим поражение римлянам Он знает, чего хочет Вряд ли вы придерживаетесь того же мнения о Франклине Делану Рузвельте, сказал Херст Рузвельт прилагает все усилия С непроницаемым лицом, заявила миссис Брайс Он, несомненно, еще молодая Душа, совершающая на своем пути немало ошибок Лично я думаю, что он все врет, сказал Херст А вот Муссолини не врет Он-то проник в секреты судеб человечества Сразу видно, что он не забыл уроки, вынесенные из прошлых жизней Не знаю, что-то мне не по душе диктатор И заявил Херст, оседая за столом в своем замке Где каждое его слово было непререкаемым законом Миссис Брайс поняла, что дала маху и замялась Конечно, наконец, промямлила она Ведь сотни, а может и тысячи лет На протяжении которых вы время от времени возвращались к жизни Научили вас понимать, что диктатура несравнима С просвещенными формами правления Вы имеете в виду американскую демократию? Спросил Херст По-моему, миссис Брайс обливалась потом Признаюсь, я с удовольствием откинулся на спинку стула И ждал, как она выйдет из нелегкого положения Сродни тому, в котором я оказался накануне вечером Ну, конечно же, воскликнула Марион Знаете, хватит уже об истории, надоело А вот я хочу знать, кем мы были в прошлых жизнях Заявила Конни Все засмеялись Миссис Брайс с видимым облегчением захихикала Ну, я уже говорила мистеру Гейблу Что он, конечно, был Марком Антонием Все уставились на Кларка Гейбла Который покраснел до корней волос Но выжил из себя кривую усмешку Никогда не спорю с женщинами, пробормотал он Может, я им и был? Вне всякого сомнения, заявила миссис Брайс Я сама была одной из служанок Клеопатры И сразу же вас узнала Скорее всего, Картиманда Брайс рассчитывала, что Голливуд снимет фильм по ее черному завету За столом раздались неуверенные смешки А как вы все узнаете о других людях, настаивала Конни? Гадаете на картах? Еще чего, воскликнула миссис Брайс Проще всего проникнуть в секреты прошлого Вступив в непосредственный контакт с теми, кто уже пребывает вне времени На спиритическом сеансе с живым интересом воскликнула Конни У Марион тоже вспыхнули глаза Да! Даешь сеанс! Класс! Среди всего этого старья! Ну, я не знаю, начал Херст, но Марион было уже не остановить Да ладно тебе! Что такого? Все уже поели? А разве не надо круглого стола? С сомнением в голосе спросил Джек Не обязательно, ответила ему Картиманда Брайс Этот стол вполне подойдет Надо только все с него убрать и выключить свет Все бросились убирать тарелки Херст беспомощно повернулся ко мне Потом до него дошло, что на спиритическом сеансе Проводимым шарлатанкой у него дома будут присутствовать бессмертные существа Он прикрыл лицо рукой, чтобы спрятать ухмылку А я пожал плечами с умудренным и слегка ироническим видом Марион прибежала из кухни и села на свой стул Давай! Крикнула она дворецком Где-то щелкнул выключатель и зал погрузился во мрак Пусть те, кому смешно Представят себе кромешную тьму и холод могилы Зловещим тоном проговорила миссис Брайс А теперь пусть возьмутся за руки те, кто относится с уважением к духам Раздался шорох, все повиновались приказу Херст взял мою левую руку в свою здоровенную лапу Олью и завладел моей правой рукой Хоть глаз выколи, беззвучно пожаловался он Смотри в инфракрасном излучении Беззвучно прошипел я в ответ И последовал собственному совету, увидев зал в жутковатых тонах Впрочем, я предвидел дальнейшие события и был ко всему готов Духи мертвых Взвылок Артеманда Брайс Вы, витающие в вышине Прервите вечные созерцания и внемлите нашему призыву Мы хотим знать О, да, да, я чувствую Все трясется К нам приближается дух Кто это? О, радость! Это же наша дорогая Чуче Сбросив маску бренной плоти Она стала частью сферы, разделяющей миры живых и мертвых Да, Чуче Я слышу тебя Что ты хочешь сказать? Наверное, собравшиеся и не сомневались в том, что кто-нибудь начнет дурачиться и тявкать Но тишину не нарушил ни один звук Тем временем миссис Брайс втянула голову в плечи Потом вытянула шею Запрокинула голову Набрала побольше воздуха в грудь И стала подвывать Тоненьким голосом Так, словно уподобившись своей сдохшей собачке С трудом овладевала премудростями человеческой речи Пока она подвывала и скулила Стол начал действительно дрожать от еле сдерживаемого хохота Собравшихся за ним 14 человек Миссис Брайс вертела головой и выла Лежавшая на коленях у хозяйки лернейская гидра подняла морду и стала тихонько подвывать Херст трясся от беззвучного смеха Миссис Брайс, кажется, поняла, что ее бытье всем надоело и заговорила визгливым голосом Я вернулась Я вернулась из ореола вечного света Потому что должна еще кое-что совершить на земле О вы, существа, прозябающие в низших сферах Внемлите С вами будут говорить духи Отриньте нелепые страхи Внемлите духом Последовало неловкое молчание Наконец, Марион проговорила с давленным голосом Ну, это самое Может, вы скажете, кем мы были в прошлых жизнях? Да, возопила миссис Брайс таким тоном, словно ее устами вещала рабу Я вижу Вижу женщину Она рождена в апреле Четвертого дня Конни подпрыгнула на стулья и уставилась в темноту, из которой звучал голос Куда? Громко прошептала она Четвертый апреля, вот-таки, мой день рождения Да Я вижу ее в Вавилоне Вавилон только что пал Но алтарь и штар незыблем, как и прежде А рожденная четвертого апреля несет к нему цветы Ох, нифига себе, завопила Конни Я что, была жрицей? Далее Я вижу человека Сурового, жестокого Привыкшего работать своими руками Вот он стоит Перед ним башни А из земли бьет черное золото Как суров этот человек Но он раскаялся Он просит прощения Я увидел, что Кларк Гейбл с такой силой сжал зубы, что у него на скулах заиграли желваки Его глаза пылали По-видимому, эта стерва нашла у него в багаже фотографию его отца Или она прочитала о детстве Гейбла в журнале о кинозвездах Как бы то ни было, Гейбл мужественно промолчал И после томительной паузы Картиманда Брайс заскулила снова Далее Далее Вижу Вижу отважного моряка в белой фуражке, избороздившего все океаны Он здесь Один из служащих Херста со свистом втянул в воздух сквозь сжатые зубы Наверное, он был ехтсменом А в прошлой жизни он прошел под парусом вокруг света Вот он преклонил колено перед королевой И бросил к ее ногам сокровища испанских галеонов Да! Да! Он был Фрэнсисом Дрейком! А почему бы и нет? Чем сущности руководителей изданий Херста отличаются от пиратов? Далее Я заметил, что миссис Брайс покосилась на Льюиса Сообщение? Очень важное сообщение! Дайте же! Дайте же ему говорить! Дайте сказать этому духу с пылающими черными очами! Он не знает стыда! А надо ли стыдиться истинной страсти? Он ищет того, кто стал его вторым я! Ой! Беззвучно пискнул похолодевший от ужаса Льюис Что ж Если эта стерва хочет, чтобы Рудольф Валентинов заговорил Быть посему Сейчас ей мало не покажется Мне было плевать, кого любит Льюис или любил Валентин Мальчиков или девочек или и тех и других одновременно Но я не мог позволить наглой шарлатанке глумиться над моим напарником Выдернув правую руку из руки Льюиса, я вытащил левую из клешни Херста, который посмотрел на меня, но ничего не сказал Мне даже показалось, что, глядя на меня, он хитро прищурился В следующее мгновение телекамеры и диктофоны зафиксировали в темноте обеденного зала метнувшуюся куда-то со страшной скоростью тень И страшный грохот, словно ударили в тарелки Подвывавший голосок Чучхе взвизгнул и затих Затем во мраке раздался мужской голос Он звучал из-под потолка, куда не взлетел бы ни один смертный, а точнее, с неширокого карниза под самым сводом зала Если бы вы хоть раз слышали голос Рудольфа Валентина, а я слышал его неоднократно Вы ни на секунду не усомнились бы в том, что кричит в гневе именно он Довольно лгать! Хватит! Я вижу вора! Если он не вернет похищенные сегодня же вечером, духи пустыни сдерут с него шкуру Демоны будут преследовать его при жизни и за гробом Вор, ты хорошо меня слышал? Раздалось зловещее шипение и запахло серой Сидевшие за столом заахали и заохали, глядя на мелькнувший в воздухе лик Валентино Конечно, это был он! С поджатыми губами и сверкающими глазами, как у шейка Ахмеда при виде вильмы Бьянки А страшнее всего было то, как темно-бордовый призрак Валентину вращал белками глаз Внизу кто-то вскрикнул в неподдельном ужасе Призрак исчез Вновь раздался грохот, потом топача прибежали слуги и загорелся свет Все сидели на своих местах, я тоже А на пустовавшем конце стола вертелась, как патефонная пластинка, одно из блюд серебряного сервиза мистера Херста, работая 18 века Все в страхе взирали на него, как загипнотизированные Под сводами Гулкова, как пещера зала, был слышен только его звон Наконец, блюдо перестало вертеться Вот это да! С благоговейным трепетом в голосе проговорил сын Херста Его отец медленно повернулся ко мне Глядя ему прямо в глаза, я вытащил носовой платок и утер потный лоб А кто б на моем месте не вспотел Одновременно я спрятал в рукав агарок серной спички Да что же это за чертовщина, пробормотал Кларк Гейбл, встал, подошел к блюду и наклонился над ним Что там? спросил Джек Гейбл осторожно взял блюдо и повернул так, чтобы все его видели На серебряном блюде чем-то красным был нарисован профиль Родольфа Валентину Ого! воскликнула Конни Что это? спросил Лоренц Кровь? А может это эктоплазма? с умным видом спросил один из служащих Херста Гейбл поднес блюдо к носу Тьфу ты! воскликнул он, это же кетчуп! Все тут же повернулись к бутылочке с кетчупом, стоявшей рядом с Херстом Впрочем, вряд ли кто-нибудь уловил, что она стоит на пять дюймов дальше от Херста, чем раньше Однако сам Херст, наверное, это понял Он зажал рот салфеткой и затрясся, как вулкан перед извержением Он зажмурился По щекам у него текли слезы Ты что? Марион легла грудью на стол и протянула руки к Херсту, думая, что у него сердечный приступ Ничего, с трудом выговорил он, взяв Марион за руку и переводя дыхание Тут все поняли, что Херст смеется Повеселели и нервно захихикали Только побледневшая картиманда Брайс молча сидела на своем месте Лернейская гидра у нее на коленях сжалась от ужаса в маленький дрожащий комочек Здорово, воскликнул сын Херста Кто же это сделал? Классный фокус! Миссис Брайс набрала побольше воздуха в грудь, цепилась пальцами в лернейскую гидру и поднялась на ноги «Фокус!» — ледяным тоном проговорила она и окинула взором собравшихся «Если кто-то из сидящих здесь прогневал дух Рудольфа Валентино, советую этому лицу немедленно загладить свою вину Мистер Херст, сеанс отнил у меня слишком много сил Я вынужден удалиться, чтобы отдохнуть «Как вам будет угодно!» — ответил Херст Картиманда Брайс торжественно прошествовала к выходу из зала А я повернулся к смотревшему на меня во все глаза Льюису «Молодец!» — беззвучно похвалил он меня, а я улыбнулся ему в ответ «Давай посидим еще немного здесь!» — беззвучно предложил я Льюису «Давай посидим еще немного здесь!» — беззвучно предложил я Льюису А то она чего доброго не успеет положить сценарий на место «Хорошо!» «Не знаю, как вы!» — наконец проговорил Херст «А я бы не отказался от мороженого!» Все полакомились мороженым, а потом пошли смотреть кино Показывали восьмичасовой ужин Никто не ушел с сеанса, а мне так фильм вообще очень понравился После кино мы с Льюисом направились к себе Внимательно изучая окрестности в инфракрасном излучении В темноте вокруг дорожек парка никто не шнырял В моей комнате не оказалось никаких гнусных маленьких собачонок «Вот он!» — радостно завопил Льюис из своей комнаты «Сценарий! Он не пострадал?» «Нет!» — Льюис появился на пороге, прижимая сценарий с автографом Рудольфа Валентину к груди «Слава Богу! Я положу его под подушку!» «И пусть тебе приснится твой безвременно почивший сердешный дрог», — ухмыляясь, пожелал ему я «Да пошел ты!» — воскликнул с обиженным видом Льюис Раскинувшись на постели, я слушал звуки, которые Льюис издавал в ванной Он чистил зубы, полоскал горло и исправлял естественные потребности, которые есть и у бессмертных Потом Льюис лег спать и заснул Не знаю, кого он видел во сне — Рудольфа Валентину или Грету Гарбо Но когда длина волн, излучаемых его мозгом, показала, что он крепко спит Я приготовился совершить то, о чем не должен был знать даже Льюис Переодевшись в черное и зашнуровав любезно предоставленные мне мистером Херстом теннисные туфли Я открыл черный чемодан, извлек из него ложное дно и достал из-под него опломбированный медицинский набор Полученный мною перед отъездом в голливудском отделении компании К нему прилагался походный генератор усыпляющего поля размером со спичечный коробок Положив генератор в карман и сунув аппарат за пазуху Я выскользнул на улицу и помчался по дорожкам поместья во много раз быстрее олимпийских чемпионов Побегу на короткие дистанции Задержался я только перед дверью на восточную террасу Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы отключить сигнализацию и отомкнуть замок Потом я поднялся по спиральной лестнице и проскользнул в покое Херста По пути я включил генератор усыпляющего поля и правильно сделал В спальне у Херста еще горел свет На всякий случай я пробрался к нему на цыпочках, надеясь, что Марион там не будет Ее там не было Она явно спала у себя в спальне в другом конце коридора Тем не менее, я замер, войдя к Херсту, потому что обнаженная Марион все равно молчаливо взирала на меня с огромного портрета на стене Я огляделся по сторонам У Гола и Марион были довольно странные соседи Портреты родителей Херста и несколько бесценных картин, изображавших Мадонну с младенцем Интересно, что сказали бы друг другу эти картины, обладая недаром речи Херст лежал без сознания в большом кресле рядом с телефонным аппаратом К счастью, он ни с кем не говорил, когда заработал генератор усыпляющего поля А то сейчас из упавшей трубки вопил бы ничего не понимающий ночной оператор, который чего доброго поднял бы тревогу Херст просто писал какую-то статью в тетради, испещренной его крупным уверенным почерком Такса храпела, свернувшись калачиком у ног хозяина Я аккуратно отложил ее в сторону, как игрушку Потом, как муравей деловитого лакущей огромного жука, переложил тело Херста на обширную кровать под балдахином Потом я включил верхний свет, расстегнул Херста рубашку на груди и достал медицинский набор Сорвав пломбу, я открыл крышку набора и обнаружил, что мне выдали совсем не то, что надо Я с ужасом глядел в лежавшую передо мной коробку Что это? Это не подходило для корректировки сердца простого смертного Это был аппарат, который компания использует для ремонта организма бессмертных У меня задрожали колени Кое-как добравшись до кресла Херста, я рухнул в него Вот бы сейчас мятную таблетку Несколько минут я сидел неподвижно, прислушиваясь к тому, как бешено стучит мое сердце Наконец я убедил себя в том, что надо действовать Придется импровизировать Делал же я срочные операции на сердце и в более тяжелых условиях Применял же я кремниевые ножи и бронзовые зеркала и пиявок Наверняка и в этом наборе что-нибудь может сгодиться Я начал рыться в коробке Ну вот, есть хотя бы стерильные салфетки для дезинфекции области тела На которой будет производиться вмешательство Я продезинфицировал грудь Херста там, где мне предстояло ее резать Потом я надел стерильные перчатки Достал скальпель, нашел стимулятор циркуляции крови и устройство для заживления кожи Наконец я обнаружил хирургический лазер Ну вот и хорошо Теперь все будет в порядке Я сделал Херсту инъекцию вещества, тормозящего обмен веществ Скрыл грудную клетку и принялся за работу При этом я утешал себя мыслью о том, что у какого-то кладовщика компании в Голливуде Будут большие неприятности, когда доктор Зевс получит мой отчет о произошедшем У Херста были очень необычные ребра В тех местах, где мне предстояло резать их лазером, уже были утолщения Он что, ломал их раньше? Но явно очень давно и места переломов какие-то странные Сердце у Херста тоже было странным на вид Зная, что оно больно, я был готов к чему угодно, кроме опутанной проводами малюсенькой микросхемы на одном из предсердий У меня во рту возник вкус мятных таблеток Мой организм генерировал его для борьбы с глубоким шоком, который я испытал Взглянув в коробку, я обнаружил, что там, в специальном отделении, лежит такая же микросхема, но большего размера Кроме того, там были и другие микроскопические имплантаты Так вот почему мне написали о модернизации Значит, этот медицинский набор все-таки не ошибка? Отложив скальпель, я снял перчатки, достал коммуникационное устройство, открыл его крышку Достал небольшое приспособление, подошел к телефону, подключил его к проводу и поднял телефонную трубку В трубке зашипело, а потом чей-то голос сообщил мне о том, что голливудское отделение компании находится на связи со мной Говорит оператор Джозеф, рякнул я, что за смертного вы мне подсунули? Одну секунду, пересылаем информацию Проварковал голос на том конце провода и в трубке засвистело, зашипело и забулькало Мне отправили зашифрованное сообщение У меня перед глазами замелькали картинки Отчет о выполненном задании 1862 год Докладывал оператор Джебеш, тайно сопровождавший некую даму, плывшую на пароходе из Нью-Йорка в Сан-Франциско через Панаму Она только что вышла замуж С ней плыл ее муж, который был гораздо старше ее Дама была на втором месяце беременности Я увидел симпатичную молодую женщину в розовом платье Океанские волны, дам с турнюрами и мужчин в цилиндрах и с густыми бакенбардами Женщина чувствовала себя очень плохо Утренний токсикоз явно усугублялся морской болезнью Одетый в черный и щеголявший в высоченном цилиндре Джебеш Выдавал себя за доброго доктора и ухаживал за будущей мамой Однажды утром она упала в обморок у себя в каюте Ее муж прибежал к Джебешу за помощью Тот отослал мужа на палубу и приготовился провести обычное акушерское обследование Лежавшей без чувств беременной женщины Я увидел искаженное ужасом лицо Джебеша Когда у молодой женщины произошел выкидыш И у него в руках оказался сильно пострадавший эмбрион на последнем издыхании Джебеш срочно вышел на связь с помощью коммуникационного устройства Спрятанного в его докторском саквояже Обстоятельства чрезвычайной важности Сообщил Джебешу генеральный директор службы операторов Эгей Действуйте! Этот ребенок должен выжить любой ценой Джебешу нужно было во что бы то ни стало сохранить жизнь ребенку Но зачем? Неужели компании опять пришлось вмешаться для того, чтобы факты соответствовали тому, что гласит история? Ну и как же Джебеш должен был спасти младенца? Каким путем? Джебеш изучил историю наследственных болезней в семье ребенка Оказывается, у его отца был брат, парализованный в детском возрасте и очень быстро умерший Наверняка эмбрион поразило это передавшееся по наследству заболевание Как же его оживить? Но ведь речь идет об обстоятельствах чрезвычайной важности Компания только что ему об этом сообщила Я видел убого обставленную каюту, таз с кровавой водой Пришедшего в отчаяние от ощущения собственной беспомощности Джебеша с закатанными рукавами И сигнал обстоятельств чрезвычайной важности, мигающей на экране его коммуникационного устройства Мы можем плевать на законы смертных, но подчиняемся собственным Которые не приступаем ни при каких обстоятельствах под страхом лишения памяти И других еще более серьезных наказаний Нарушать эти законы мы имеем право только в обстоятельствах чрезвычайной важности По крайней мере так говорят Джебеш оживил эмбрион Он сделал так, что его крошечное сердечко снова стало стучать, но этим не ограничился В панике он вытащил из своей коробки специальное приспособление, которое я увидел на сердце Херста И потеряв голову, приступил наши законы, осуществив ограниченную коррекцию сердца эмбриона Но и это еще не все Джебеш снова нарушил наши законы, исправив генетический порог, которым страдал будущий ребенок Это вмешательство он совершил с помощью стандартного корректора хромосома, который содержится в полевом медицинском наборе любого оператора Эти корректоры не разрешается использовать на смертных, не говоря уже об их двухмесячных зародышах Но Джебеш явно растерялся и включил корректор в автоматический режим работы Когда до Джебеша дошла вся тяжесть содеянного, было слишком поздно Так Джебеш изменил генотип будущего ребенка Корректор изучил хромосомы младенца Определил, чего именно в них недостает и заполнил пустующие места здоровыми цепочками хромосомы С собственного арсенала ДНК, словно имел дело с детским конструктором При этом он создал организм в высшей степени приспособленный для того, чтобы выжить В сущности в этом-то и заключается предназначение этого корректора Однако он впервые применялся для такого обширного вмешательства в организм смертного Никогда еще корректор не использовал из своего арсенала столько материала И некоторые ДНК были очень древними и странными Ведь он был сконструирован сто тысяч лет назад Когда и человек-то только-только начал формироваться как самостоятельный вид К тому времени, когда корректор закончил свою работу Эмбрион младенцу превратился в совершенно здоровый гибрид Такого рода, какой ни разу не появлялся на свет за предыдущие 50 тысяч лет Из него суждено было развиться человеку с совершенно непредсказуемым потенциалом Я видел, как Джебеш внедрил эмбрион в лоно матери И привел ее в божеский вид к тому моменту, когда с палубы в каюту спустился раздраженный и взволнованный муж Джебеш сообщил ему, что его жене надо несколько дней полежать в постели Объявив, что надо быть готовым к любым неожиданностям Джебеш раскланялся, кое-как добрался до своей каюты Шатаясь от нервного переутомления и стал не пьянее пить виски прямо из горлышка бутылки Джебеш сознавал, какую ответственность он взял на себя Утешить его могло лишь то, что он действовал в условиях обстоятельств чрезвычайной важности Я видел, как Джебеш с замиранием сердца ждет, что же будет дальше Но ничего страшного не произошло Щеки будущей мамы снова покрыл румянец, и она почувствовала себя лучше Я видел, как она уже с заметным животиком пересекала зеленые джунгли в дамском седле на спине мула Потом она прибыла в Сан-Франциско Лишь через несколько месяцев Джебеш собрался с духом и навестил ее Вот он в шляпе с рукой проходит в гостиную и приветствует молодую маму с очаровательным ребеночком на руках Мадонна с младенцем, да и только Все грудные младенцы похожи друг на друга Кто же мог догадаться о том, что сделал Джебеш? Он улыбнулся и покинул гостиную, чтобы затеряться в темных коридорах истории Любопытно, но Джебеш не нарушил своими действиями даже законов смертных Которые поймут опасность вмешательства в законы наследственности гораздо позднее И запретят только в 2093 году Я же прекрасно знал, какую угрозу оно может в себе таить Теперь я понял, почему, увидев Уильяма Рэндальфа Херста, я захотел, поджав хвост, броситься на утек, как это делают некоторые из учуевших меня собак У меня перед глазами замелькали последние изображения Ребенок, превратившийся в высокого молодого человека с необычным неземным голосом и инфантильностью, беспокоивший его родителей А потом мне без всякого предупреждения дали сигнал Обстоятельства чрезвычайной важности Корректировать и модернизировать Генеральный директор службы операторов Эгей Тот же категорический приказ, что поступил и Джебешу Что мне оставалось делать? У меня не было выхода Я повесил трубку, убрал коммуникационное устройство, надел стерильные перчатки и взялся за скальпель А что я, собственно, волнуюсь? Через несколько минут все будет готово Вряд ли Херст успеет наломать дров за лишних 18 лет жизни Судя по всему, его необычная генетика не передалась его сыновьям, а сам он, кажется, не принес никому никакого вреда В общем и целом он был неплохим человеком Денег у него буры не клевали Он был полон энтузиазма и жизненной энергии Мог похвастаться железной волей и непоколебимой верой в собственные силы Способен мыслить гораздо шире обычного человека Но я помнил таких же энергичных и способных людей Которые приносили компании большую пользу в незапамятные времена Не нашедшие отражения в письменной истории человечества Все было хорошо, пока они не решили, что им с компанией не по пути Вот тогда у нас возникли большие проблемы Из-за того, что мы обессмертили этих людей Компании пришлось применить к ним запрещенные, нечестные приемы И позаботиться о том, чтобы ничего подобного впредь не происходило Но это было очень давно, а теперь я действую в условиях чрезвычайной важности Мне удалось убедить себя в том, что Херст простой, смертный Ведь его мать обычная женщина, портрет которой висит на стене рядом с голой Марион И жить ему осталось совсем немного Я заменил старые изношенные имплантаты на новые И откорректировал сердце Херста так, чтобы оно продержалось еще 18 лет Потом я закрыл разрез на груди Херста Замаскировал его и застегнул рубашку на старческой груди После этого я посадил Херста обратно в кресло Положил тетрадь ему на колени, а так сук его ногам Собрал все инструменты в ящичек Выключил яркий свет и огляделся по сторонам в поисках забытых мною вещей Ничего Примерно через час сердце Херста снова застучит И его владелец проживет в полном здравии еще несколько лет Король умер Да здравствует король, пробормотал я с иронической усмешкой И выключив генератор усыпляющего поля, поспешно удалился Но эти слова почему-то упорно звучали у меня в голове Когда я спешил по дорожкам парка в свете испуганных звезд Херст с интересом наблюдал за тем, как Льюис прячет сценарий с автографом Валентина между стенками антикварного шкафчика Льюис умело вставил фальшивую стенку в базы и аккуратно опустил ее на место Послышался негромкий щелчок Панель застыла там, где ей предстояло пробыть следующие 400 лет Подумать только, что человек, который увидит этот автограф Родится только через несколько сот лет с благоговейным видом, пробормотал Херст Он закрыл крышку шкафчика и запер ее на ключ Убрав ключ в жилетный карман, Херст с любопытством взглянул на Льюиса Полагаю, вы тоже бессмертны, мистер Кенсингтон, спросил он Да, сэр, признался Льюис Господи боже мой, и сколько же вам лет? Почти 1830 Почти И все же по сравнению с мистером Дэнхимом, вы чуть ли не грудной младенец, снисходительно усмехнулся Херст А вы тоже встречались со знаменитостями прошлого? Да, например, со святым Патриком И с разными более или менее известными английскими писателями Замечательно, воскликнул Херст, глядя на Льюиса сверху вниз и потрепал его по плечу А теперь вы сможете рассказывать, что знакомы с Гретой и Гарбо? Конечно, пробормотал Льюис, вытаращив глаза на Херста Но тот уже повернулся ко мне, теребя в руках лист бумаги Значит, по-вашему, это смогут приготовить у меня на кухне, мистер Дэнхим? Безусловно А если вашим поварам будет трудно найти какие-нибудь ингредиенты Я дам вам адрес магазина в Чайна Тауне, откуда вам все пришлют наложенным платежом Прекрасно, кивнул Херст Жаль, что вам надо уезжать, но мне известно, что такое работа на киностудии Что ж, всего хорошего Надеюсь, мы еще встретимся Херст улыбнулся, а мы с Льюисом с почтительными поклонами покинули помещение Мы молча съехали по извилистой дороге к подножью холма сквозь стада диких животных Льюис, наверное, боялся, что Херст услышит нас и здесь Признаюсь, и я подозревал, что он мог внедрить в мой Форд А подслушивающее устройство Впрочем, сам я молчал по другой причине Меня мучил один вопрос, на который я не мог найти ответ Я не взял у Херста ДНК на анализ В этом не было необходимости Старика не сделать бессмертным, потому что его ДНК, какой бы она ни была необычной, уже давно вступила на необратимый путь распада И начала совершать такие ошибки при собственном воспроизведении, что утратила свою генетическую ценность Именно из-за этого-то бессмертных и делают только из детей У молодых организмов самые живучие и безупречные ДНК Меня компания спасла, когда мне было лет 5-6 Еще немного, и бессмертие мне бы уже не светило Льюис обработали по младенчеству, и сделать из него бессмертного было еще легче Интересно, а на что способна ДНК эмбриона? А может, Джебеш в каюте парохода все-таки взял тайком образец на анализ? Если он его действительно взял, и он хранится где-то в архивах доктора Зевса То компания, при большом желании, сможет выполнить условия Уильяма Рендерфа Херста Но зачем ей такие хлопоты? Мы остановились у магазина в Сан-Симеоне, и я купил 5 пачек мятных таблеток Но в письмо Бич я снова ринулся за ними Конец фильма 2333 год Молодой человек склонился над компьютером, ловко манипулируя изображением, чтобы создать выразительный видеоряд Добившись желаемого результата, он надел наушники и стал редактировать звук, состоявший из небольших отрывков музыки и фрагментов диалога В результате вышел 30-секундный репортаж Зрителей будет не оторвать от него, и у них сложится впечатление, что японские императорские войска жестоко подавили восстание республиканцев в Мацатлане А калифорнийцы всех пяти провинций поднялись как один, чтобы поддержать своих угнетенных братьев и сестер на юге Разумеется, ничего подобного на самом деле не произошло Но если люди будут думать, что это правда, это может стать истиной Такое бывало и раньше При этом все это было ради всеобщего блага, ибо такое восприятие событий зрителями приводило в движение определенные силы Молодой человек не сомневался в том, что демократия – наилучшая форма правления Но давно уже понял, что она плохо работает из-за непроходимой глупости народа Однако ничего страшного, если блестящий старый автомобиль не работает, его можно взять на буксир и сделать вид, что он едет сам Главное, чтобы его тянули в нужном направлении Молодой человек отправил репортаж во всемирную информационную сеть и взялся за следующий Сами по себе эти факты ничего не говорили Но подав их нужным образом, можно было убедить зрителей в том, что правительство Канадского Содружества Наций безжалостно эксплуатирует индейцев и эскимосов на добычу льда Однако не успел молодой человек составить и 10-секундного видеоролика, как появился бессмертный в сером костюме сумочкой для компьютерных дисков в руках Прибыли материалы из Сейлонского центра, шеф Вы просмотрите их до или после прогулки? Ого! Уже пора на прогулку! – воскликнул молодой человек, взглянув на хронометр в углу дисплея Оставьте материалы, квинт, я просмотрю их вечером Как прикажет Бессмертный положил сумочку на стол и удалился Молодой человек встал, потянулся и прошел в свои личные покои Собачка, спавшая, свернувшись клубочком под стулом, встала и с заспанным видом проследовала за хозяином За окном молодой человек видел последние 400 лет примерно одно и то же В обе стороны до самого горизонта простирались девственные горы Святого Луки На западе светился спокойный голубой океан Никто не посягнул здесь на природу Молодой человек этого не допустил Переодевшись в костюм для верховой езды, он задержался перед зеркалом, расчесал волосы Он сам добился принятия закона, запрещавшего такое издевательство над животными, как верховая езда И был очень рад тому, что жестоким людям больше не разрешалось орать на животных, бить их и загонять до полусмерти Но ведь сам-то он обожает животных и никогда не обижает их при езде Почему же на него должен распространяться этот закон? Отвернувшись от зеркала, молодой человек увидел портрет Марион Улыбающейся девушке его мечты, вечно молодой, вечно счастливый и трезвый Теперь никому из близких молодого человека не грозили ни смерть, ни старость Никому, кроме его собаки Она старела Все собаки стареют и умирают А бессмертить собак не в состоянии даже полезное во многих других отношениях компания Со двора до молодого человека донеслись голоса Когда правительство ушло в отставку, объяснял экскурсовод Департамент садово-паркового хозяйства остался без денег Сначала казалось, что народ Калифорнии навсегда потеряет зачарованный утес, который попадет в руки заграничных инвесторов И действительно, хранившиеся в этом поместье бесценные произведения искусства одно за другим продавались с аукционы А помните ли вы о древнем киносценарии, обнаруженном в старинном шкафчике? Этот редкий документ нашли несколько лет назад в разгар кампании за возрождение старого Голливуда Эти слова отвлекли молодого человека от его мыслей Едва заметно улыбнувшись, он подошел к окну с фигурным переплетом и посмотрел вниз на группу туристов Собачка поплелась за ним Он взял ее на руки и почесал ей между ушами, прислушиваясь доносившимся со двора голосам Так вот, этот шкафчик тоже из этого поместья, продолжал экскурсовод Известно, что Рудольф Валентину дружил с Марион Дэвис Наверняка он и оставил этот сценарий здесь, когда в очередной раз гостил у нее Потом сценарий каким-то образом попал в секретное отделение шкафчика и пролежал там, пока не был найден его новыми владельцами, купившими шкафчик на аукционе Но если все было распродано, начал подняв руку один из туристов Не все, улыбнувшись, пояснил экскурсовод В последний момент свершилось чудо Как вам известно, у Уильяма Рэндольфа Херста было пять сыновей, но их потомки в основном покинули Калифорнию Оказалось, что один из них живет в Европе Он очень богат и, услышав о продаже поместья, прилетел к нам и обратился к правительству Калифорнийской республики Он приобрел поместье в собственность, но оставил за народом Калифорнии право посещать его и любоваться его красотой Сколько же денег у этого человека, поинтересовался один из туристов Этого не знает никто, со смущенным видом сказал экскурсовод Но мы должны быть благодарны нынешнему мистеру Херсту Он не только сохранил большую часть произведений искусства, хранившихся в этом поместье, но и прибавил к ним новые Кроме того, несмотря на возражения некоторых лиц, он планирует расширить свой замок А мы увидим этого человека, спросил другой турист Боюсь, что нет, ответил экскурсовод Мистер Херст не выходит к посторонним Кроме того, он очень занятой человек Но он рад гостям, осматривающим его владение, оплатил сегодняшний шведский стол для вас У всех есть талоны? Вот и отлично! Пойдемте! И прошу вас не заходить за ограждение! Радостно возбужденные туристы последовали за экскурсоводом Молодой человек смотрел на них сверху вниз из высокого окна Положив собачку в корзинку и велев ей там и сидеть, он спустился по личной лестнице в сад Он любил гостей А точнее, он любил смотреть издали на их озаренные благоговейным восторгом лица, когда они обозревали красоты его роскошного поместья Ему нравилось видеть радость на лицах смертных Кроме того, ему нравилось направлять их жизнь в нужное русло При этом он ни секунды не сомневался в том, что способен это сделать и понимает, куда и как нужно идти человечеству Все это его очень забавляло Именно это и скрашивало его вечную жизнь Молодой человек задержался на мгновение под сенью вековых дубов Огляделся по сторонам И улыбнулся создаваемому им миру своей жутковатой улыбкой Итак, сегодня мы завершили знакомство с повестью Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст Повесть эта написана Кейдж Бейкер Одной из наиболее плодовитых современных писательниц В общем, этот рассказ или повесть Я уже не знаю даже к чему отнести Потому что для рассказа она слишком велика, для повести, в общем, не очень большая Относится к циклу о приключениях и злоключениях путешествующих во времени агентов компании Собственно, честно вам признаюсь, до этого не читал, пожалуй, даже ни одного из этих рассказов Но, тем не менее, был очень рад обнаружить вот это творение Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст К тому же, не будучи очень хорошо знаком с американскими реалиями в целом В частности, в общем, достаточно хорошо представляю себе фигуры актеров 30-х годов американских Ну и когда-то что-то слышал о медиамагнате Уильяме Рэндольфе Херсте Который выведен за главные фигуры в этом повествовании И, в общем, оказавшимся совсем не тем или не совсем тем Кем его видели современники и кем его представляет история Но, тем не менее, мне показалось, что это будет хороший рассказ Для последней недели уходящего года Поскольку совсем скоро Новый год Только что католический мир отметил Рождество Христово Нам это предстоит еще через некоторое время Так что, пожалуй, с праздником тех, кто его отметил С наступающим Новым годом все человечество И наступающим Рождеством всех православных Больше, пожалуй, на сегодня Пожелать вам, дорогие друзья, нечего Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово